это похоже на секунду так обязательно просто ему некогда я скажу так долго-то не говорить не будем все прием что было нет нет он ушел он ушел он говорит мне некогда я по хозяйствам уже сейчас разведете говорит все это вам сегодня же воскресенье ну все равно ну воскресенье мы и на расчетение скотина что же надо сяну и там то одно дать то другое у него и козы и быка и наша беседа одна такая да он не хочет присутствовать все ушел ушел все но какая беседа у меня у нас будет записано вот иконы боже милостью будем на грешном создав нас господи помилуй и исчезла свящего господи помилуй прессу нас грешно господи благослови эту беседу благослови господи так чтобы мы поступали по истине по западе твоим по воле твоей господи и основное видели вот за всей этой суетой за все что правильно делали выводы по слову твоему господи дай нам разумение на все а тебе слава отцу и сына и святому духу ныне преснила веке вам свет нужен болоте нет 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 нормально ну мне принципе я не знаю что я записывать ничего не собираюсь ну значит так я думаю тут не обязательно что нам по часам там ну по ходу действия просто будем говорить чем вы тут за шахматной доской что ли просто будет беседа нет ничего нахожу записывать значит это конечно право каждого записывайте вот ну чё господи благослови я хочу составить беседу с тобой по поводу наших взаимоотношений не только вот моей с тобой а вообще и нашей семьи и нас и по поводу прошлых прошлого лета то что вот было всего такое очень негативного много понимаешь если мы христиане христиане да то вы как бы должны поступать по-христиански ты хорошо слышишь меня хорошо значит по христианам у меня кажется такой сухой это последствия коронавируса проболевшим и поэтому вот хочу сказать что главное для христианина главное главное нам деле значит в этом до в деле спасения главное чтобы мы поступали по западе божий по воле его правильно нам не нужно лишнее нам не нужно там знать много историй или много там по ветхам завет это все история мы живем мы живем по новому завету согласен иисуса христа по новому завету все и вот в новом завете вот читая читая евангелие читая послание апостолов которые расширяют нам понятие смысл сказанных слов христом тут все понятно нам лично ничего не надо понятно как нам спастись и вот прошедшее лето я вот тогда тоже хотел сказать но ребята меня отговорили что мы папа бесполезно говорить там ему и так далее с того беседу но прошла зима прошел год как раз год уже считаю что с тех пор и узнаешь неприятный осадок остался после тех встреч а почему потому что давай под подойдем без лицемерия без предвзятости без лжи а искренне сам разве это по-христиански вот оболгать нас оболгать очернить хотел сколько лжи ты наговорил сколько изворотливости ты запустил под это самое под два по это под забором так когда ну что это такое топтались на костях александр ивановича кто ты даже даже не удосужился проверить все это не нас уже действительно а так ли это было это никак не могло быть что я уходил из дома этого никогда не было и отец и мы как расстались если бы это надо было видеть я никогда этот эпизод не могу вспоминать без волнения как он сам отец мой прошел войну там сколько тоже трудности пережил лагерь и он у меня можно сказать на то время сопляка там подумаешь ну сколько мне было там около 30 30 и он у меня попросил прощения на коленях значит и был за что а у нас отец тоже он с характером был тоже имел свою гордость и он все-таки предпочел меня выше всех я просто мне конечно неудобно это говорить но просто то что я хочу сказать для примера что он говорит ты всех превзошел вы действительно потому что но как сказать они то выросли без меня я ведь только это знаю малышами я ушел в армию после уже с ними не жил поэтому я только видел как они вот и все а то что вот уходили зона вода михаил там леонидом и другие пытались не знаю но в в общем вели себя не корректно с родителями вот непристойно можно сказать богом судья жалко конечно все но короче наши взаимоотношения посмотри разве это нормально так ты врагами нас объявил мы тебя врагами не считали все вроде ты взял никогда и не считаем вот враги это разве не ложь а ты сам часто повторял всякая ложь от дьявола разве это не так так а сколько мы читаем когда вот особенно послание апостола иоанна действительно насколько мы должны говорить если ты чё это ну брата там не любишь ты человек и ненавистник если у тебя какие-то споры или чё я вот еще год назад написал письмо хотел отдать но ребята меня не посоветовали но я решил все-таки вот в этот год все-таки хочу чтобы было это кратко и вот эти я потрачу сейчас ну 25 минут не больше вот и я тебе его подарю и просто хочу зачитать господи иисус и крестьяне божий помилуй нас лично тебе пишу мир вашему дому игнатий я взываю к твоему здравомыслю твоему уму и сердцу а что может быть лучше из пожеланий как то чтобы нам всем ходить духовно чистыми перед богом без пятна и пороках как говорят а я обращаю себе с целью найти между нами взаимопонимание читая перечитая евангелие послание апостолов видишь как ясно и в те нам показывается методы и путь достижения царства небесного спасению каждого верующего христианина и выполняющего его заповеди чтобы нам преобразиться нового человека как написано по духу божьему если мы считаем себя истинными христианами духовными и возрожденными то и жизни должны показывать свое истинное христианство а не на словах апостол павел пишет обновитесь духом ума вашего и облекитесь в нового человека созданного по богу в праведности и святости истины эфисянам 4 глава если разобрать все по слову то какая глубина мысли заложена в каждом слове и действительно какая глубина мне пошел восьмой десяток тебе девятый я подумал как наши взаимоотношения выглядят на фоне вечности мелко и ничтожно если искренне и правдиво подойти к нашим отношениям правдиво без предвзятости и лжи потому что ну как каждая каждая ложь это все отделы анализируя наши последние встречи с тобой которые оставил оставляют почти всегда неприятный осадок душе я еще раз убедился с какой надменности высокомерием ты смотришь на людей твое поведение отношения к окружающим выходит за рамки понимания истинного христианского поведения и образа жизни христианина ты утверждаешь что жизнь по христу живешь по христу сказать но сколько нарушений запад божий допускаешь пренебрежительно высокомерное грубое и неуважительное отношение к людям всех возрастов твоя категоричность суждениях давление на психику надмение лживость и лицемерие не зря в вашей общине говорят у него только два мнения одно его то есть игнатие другое неверное это я не от себя это в вашей общине многие говорят все это отталкивает от тебя не думай игнати что я сижу тебя упаси бог меня от этого слово которое он дал христос но будет судить нас многим непонятно как человек знающий слово божие описание святое и нарушать западе божий надо сказать ты не был таким не было раньше ты забываешь и гнати что перед тобой не дети малых а зрелые люди и довольно неглупые каждый человек образ и подобие божия эта личность наделенная душой и каждый должен уважать другого не надмиваться не превозноситься когда тебе близкие люди и по духу едины ты ослеплен своим снобизмом высшей степени это видно из твоего отношения к людям завышенная самооценка самозначимости где гнездятся самость тщеславие эгоизм неискренность гордыня ложь высокомерие лицемерие надменность и в большей степени грубость гранича с хамством все это как известно мерзко перед богом кто дал тебе право так оскорблять и унижать людей а мы знаем сколько кто-то унижал не может почитаться истинным христианином тот кто не пребывает в истине христовой нарушает его западе и не живет по его воле всякий приступающий учение христова и не пребывающий в нем не имеет бога слышишь 2 иоанна 1 глава всякий рожден от бога не грешит но рожден от бога что почему лечит потому что хранить себя 1 иоанна 5 гола а если грешить допускать нарушение западе христа то рождение его такого человека не завершилось как написано послание никто не ищи своего но каждый позже другого 1 коринфянам там и указывает вся того все прочее апостол павел наставляет нас смотрите чтобы кто кому не воздавал злом за зло но всегда ищите добра друг другу и всем за все благодарите удерживайтесь от всякого рода зла ибо такова вас воля божьего христе иисусе 1 фессалникица 5 гола так ли у нас послание к римлян апостол павел спрашивает вот ты называешься идея называешься идеям успокаиваешь себя законом хвалишься богом и знаешь волю его и уверен на себе что ты путеводитель слепых наставник невест имеющий в законе образец ведения истины как же ты уча другого не учишь себя самого 2 послание к римлян испытывайте самих себя верили вы самих себя исследуйте нам пишет апостол павел 2 коринфянам 13 глава задумаемся над этими словами все это конечно ты знаешь лучше меня но нарушаешь это ты удивительно как ты можешь нарушать все эти заповеди сознательно проповедник наставник если скажешь не так то где же тогда твое христианское смирение не превозношение не раздражение христианская любовь и которая после павел говорит не ищет своего не раздражается не гордится не превозносится не мыслить зла все покрывает всему верить не бесчинствует все переносит а мы знаем что у тебя игнатий чаще всего все это наоборот 1 коринфянам 13 глава все это ты знаешь конечно что это а эти сколько лжи было сколько злоба сколько злобы но только то приводит не так вот в уме то от большой любви этой святости или от большой высокой духовности и отрожденной свыше создается впечатление что западе божий не всех касается ты прекрасно знаешь игнатий у нас должен быть отражаться образ христа какой же ты пример показываешь людям одни соблазны плох тот учитель который не следует тому чему учит и чему к чему призывает а сам не выполняет апостол павел пишет ибо вас должны быть те же чувствования какие во христе иисусе о это конечно высокая планка но кому на воркан на кого нам равняться а мы знаем что он был кого-то христос и смирен сердцем не отвечал злом за зло никого не оскорблял не унижал кроме явных богопротивников ничего не делайте по любопрению апостол павел или тщеславе почитайте один другого высшим себя филиппийцам тарагова то как это все далеко от нас это же апостол наставляет никакой гнилого гнилого слова да не сходит из уст ваших а только доброе для назидания верит дабы она доставляла благодать слушающим а я тусковочка пишу а уж какая там благодать от таких передряг от такой лжи предвзятости изворотности тебе указали на твою грубость на твое неуважение вмешаться в чужие семьи так ты буквально взбесился своей злобе как я помню у забора там вообще стоял не дали снимать свадьбу ну и что не твои дети не твоя свадьба и по родственным отношениям 5 колесо телеги а ты бы подумал а почему так я скажу прямо что не свадьба была в опоминке а почему это уже другой вопрос как как в послании написано всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречия со всякой злобой да будут удалены от вас а сколько было злоречий желчный злобы когда ты то прошла надежда васильевны как на лубянке с иронией предвзятостью и ложью и так подражайте богу как чадо возлюбленный и живите в любви ефесяна первая глава сколько лжи изворотности и злобы исходило из себя в ролике под названием разбор трех подкопов я приведу несколько фраз сказанных тобой точность из на костях александра ивановича про меня это совсем не верующий якобы я уходил из дома чего никогда не было и прочее всякой чепухи и бреда в ролике о свадьбе теренция с катей где допрашивал надежда васильевна сколько желчной злобы издвигал по-другому не скажешь на всех насторобряться все захватили власть тараканья жизнь тьма болотные сгусток тьмы чтобы голову не свернули ну что за бред кому пригвозили отцу игоря то есть как я все было по согласию они бы свалку строили но ночью будут добивать это явная ложь просто ну клевета со старобляциями иметь дело дохвая самые лютые звери и тому подобное я тебе скажу старобряться ты хоть и говоришь старобряться а ты мало их знаешь тем более нынешних старобряться это не те которые были при советской власти 50 60 лет назад это другие люди грамотные люди уже понимающие люди мало малость вот знающие слова божие хотя конечно это беда что у какого слова у них как бы сказать ну как ты говорил не в не в авторитете не то что она не в авторитете но мало занимаются лючок говорить но тем не менее все-таки нельзя же там вот иметь дело дохвая самые лютые звери и тому подобное на себя бы посмотрел ведь ни одного правдивого слова какая гнузная злобная ложь и это говорит знающие писание считающий себя истинным христианином это что от духа святого или от большой любви знаешь что посеял то и пожинаешь вот подумай что посеялся это всегда так а слов своих осудишься написанная слов своих оправдаешься господь что говорил как хотите чтобы с вами люди поступали и так далее ты знаешь это универсальная фраза сказано христом а мы однако я не придержимся ибо кто почитает себя чем-нибудь будучи ничто тот обольщает сам себя но не так ли это действительно кто мы все одинаково одинаково такие же слабые одинаково так и подвижены всяким страстям и так далее не будем возвышаться гордиться надмиваться нехорошо это это вообще не по христианский да ибо говорит кто почитать сам сам себя чем-нибудь будучи не что тот обращается в себя в послании апостола павел 1 конечно 8 глава сказано кто думает что он знает что-нибудь тот ничего еще не знает так как должен знать осмотреть действительно знания а зачем много знания мы знать все равно человек знать не может все вот ты знаешь одно ты умеешь перекрыть книги знаешь свои дела то другое хозяйство сколько вы можете там я был по электрике скажем там механика еще чего-нибудь ну это не сказать ведь каждого есть свое знание каждого как написано в 12 говорит 1 коринфянам последний у каждого свои дары от бога у кого-то другое 3 5 вы знаете поэтому нельзя так категорично опасно наполнять голову говорят знаниями от которых сердце не становится чище вера крепче и любовь жертвенней действительно если она нас не приводит к истине христовой где любовь проповедуется главное заповедь выполнения где же такое и вообще знания которые не ведут нас к спасению души только надмевают это уже факт человек начинается гордиться я знаю 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 знать все равно все не можем кто-то знает одно кто другое ведь известно что знает не тот кто много знает а тот кто знает нужное и полезное древний мудрец и сил все пути спасения душ душ наших изложены в новом завете иисуса христа в евангелиях и учение всего бога откровения что и должно быть для христианина главным предметом исследования что помогает и приводит к спасению нашей души поэтому не стоит никого не возвышаться не гордиться не надмиваться а уметь выслушивать и уважать мнение другого человека не ты ли гнать о рожок костер неприязни друг другу и ты еще удивляешься что мог почти непочтительно к тебе отнеслись выдумываешь всякие подкопы объявляешь нас врагами мы тебя не считали врагом не считает несешь всякий бред видимо тебя с головой что-то не случилось ну как здравомыслящий человек это не может быть ну как скажи высокодуховному христианину рожденному свыше нести такой бред бездоказательно без разбора льешь всякую грязь короче конечно поворачиваю выворачиваешь все во лжи и в злобе чуть не чуть ли не захлебывайся ну смотрели эти ролики но просто наш ну стыдно даже стыдно за твое поведение ты прости меня но вот так она у тебя отсутствует самокритика ты абсолютно не терпишь никакой критики замечания свой адрес и это христианин проповедник учитель наставника как бы ты берешь такое звание к себе человек который будучи обличаем ожесточает твою свою внезапно сокрушится и не будет ему исцеления притча двадцать девятого и уже свидетель не останется ненаказанным и кто говорит ложь не спасется ты это прекрасно знаешь сам десятки и сотни раз повторял слово можно опровергнуть словом а чем ты опроверг на жизнь это григорий богослов говорит действительно жизнью надо показывать свое христианство откуда у тебя игнатий потребность изображать себя перед собой перед другими все предвидящим и не ошибающим праведником кто из нас свободен от небезупречных желаний побуждений кто из нас прав от рождения свят от отруга матери и надо иметь достаточно мужество и смирение чтобы не закрывать себе глаза на свою вину а других ты с удовольствием обличаешь и судишь вместо того чтобы проанализировать свои поступки и совесть ты начинаешь оправдываться выискивать какие-то недостатки старообрядчестве как будто их нету на обрядчестве извращаешь смысл сказанную или написанную ты свою совесть проанализируй получше прежде нежели следуешь не порицай узнай прежде тогда упрекай серах 11 было мы не собираемся умолять твоих заслуг твоей славы или тщеславия никто не претендует на твое первенство лидерство твои знания твои заслуги они останутся при тебе мы указали на той грубость на твое высокомерное и надменное отношение к людям как примудро говорит погибели предшествует гордость и падению надменность ты прекрасно знаешь грубость надмене высокомерие и друг подобное никогда никого не красила люди в большинстве не глупые они могут разобраться и оценить достоинство другого человека если она у него имеется но кичится самому этим христианину недопустимо да все мы согрешаем в том или другом грехе я понимаю как тяжело признать свои ошибки но если человек честный совестливый искренний то такие призна то такое признание возвышает человека облагораживает тебя игнатий много хорошего в твоих трудах положительно но немало и негативно что недопустимо для тебя как проповедника иностранника я считаю что в отношениях с людьми должны быть что уважение искренность честность доверие и любовь тем более христианам у христиан должен быть дух не зависти не злости не вражды не соперничество а дух за и помнен взаимопонимания любви и примирения если бы это было так то сколько бы людей потянулись бы к тебе и намного больше людей приобрел бы для бога и тогда будет понятно нам смысл слов иисуса христа и так во всем как хотите чтобы с вами поступали люди так поступайте вы с ними ибо в этом закон и пророки матфея 7 было что касается людей этого окружения пытаясь все высказать свои суждения по поводу наших разногласий с тобой так это для меня как писк комара и карканье вороны как можно судить о человеке когда ты его не видел не беседовал с ним и совершенно не знаешь его подвижники церкви об этом говорят так как часто мы судим о других под влиянием предубеждений ошибочных понятий недоброжелательства зависти злобы и пристрастия грехи других судить вот так у себя добьетесь начните со своих и до чужих не доберетесь ульявших спирт даже говорить такое действительно написано кто ты осуждающий чужого раба спрашивает апостол взор яков четвертого пишет един законодатель судья могу спасти и погубить а ты кто который судишь другого и при том как мы обыкновенно судим по случайным внешним обстоятельствам всем ограничен по уму все более или менее недальновидны не можем знать внутренней духовной жизни ближних наших всех чувств и побуждений по которым ближние поступают так или иначе скажу словами апостола павла для меня очень мало значит как судят обо мне люди для меня важно как судит обо мне бог 1 каринтис 4 глава иисус христос сказал ученикам кто хочет между вами быть большим да будет там слугою и кто хочет между вами быть первым да будет вам рабом макфея 20 неужели ты игнатия этого не видишь или это не все касается если кого-то обличать как должно с любомудрием и скротостью как написано а ты если не по-твоему поставил 100 стараешься человеку унизить очернить обзываешь непристойными словами все это знаешь сильнее хриснутелю кого славичком посильнее все это выискивать какие-то врагов что это от духа святого не забывай мы живем по новому завету христа а не по ветхому враг у нас живет в самих каждом человеке враг вот с ним надо бороться самому самому с собой в общем дело самое главное заповедь любовь бога и любовь ближнему как мы знаем да это заповедь о любви да она была не на горе сена и при гороме и молнии а в тихой горнице на тайной вечере было сказано иисусом крестом заповедь даю вам новую да любите друг друга бог есть любовь по апостолу яна любовь может изменить человека до неузнаваемости любовь главная целительная сила на земле жизнь людей невозможно без любви без так без той заповеданной любви данный христом под названием агапе это высшая степень любви и это любовь как жертвенность проявил к нам на голгофе иисус христос сын божий и он нам заповедовал потому знаю все что вы мои ученики если будете иметь любовь между собой вот так и сравнить все но какая любовь это одни передряги они все что-то недовольство что-то и как ты приезжаешь всю дорогу все это сразу вот взбудоражив ну можно же как-то по-другому ах ты же прекрасно знаешь если вон как любви говорит горы буду переставлять все отдам на саду тело отдам на сажение даже а любви ними ничто по вам оставляет более же всего облекитесь любовь которая есть совокупность совершенстве а в 13 главе права это гимн любви все мы знаем сказано если мы не будем иметь такой любви то все наши труды заслуги подвиги для бога будут ничто пустая суета как говорится гонит вечность любовь это дар божий человеку через который проявляется божий образ человеке но все-таки спросим себя а в чем проявляется любовь к богу ближним по писанию апостолам объясняет нам любовь же к богу состоит в том так внимание в том что чтобы мы поступали по заповедям его если малейшее нарушение заповеди то уже это не любовь это уже все ты нарушаешь это ибо это есть любовь к богу чтобы мы соблюдали западе его опять же пишут все раки приступающие учения христова и не пребывающий в нем не имеет бога а мы будем обращать себя мы и богом мы знаем бога второе послание она 1 а что мы познали его узнаем из того что соблюдаем заповеди его кто говорит я познал его заповеди его не соблюдает тот лжец ну прикинь если мы нарушаем я вот сам вот сколько думал над этим постоянно думал как-то но нельзя же так христианину если нарушаем значит все лгем мы бога знаем да не знаем мы бога и кто говорит что пребывает в нем то есть в христе в боге то должен поступать так как он поступал 1 она 2 глава кто делает грех тот от дьявола вот так всякие рождены от бога не делать греха не грешит а я в скобочках почему почему не грешит а потому что семья его пребывает нем но мы знаем всеми что это слово божие и он постоянно о нем думай что они согрешу ли я не погрешу ли этим и даже но рожденный от бога хранить себя вот чем дело хранить себя и лукавый не прикасается к нему первая на третья глава это все первое на 3 там так а если сознательно грешим и лжом ну что это все это ты конечно знаешь лучше меня но как апостол говорит я напоминаю вам хотя вы это знаете и еще языки 3 глава там можно с 17 стиха по 20 особенно 20 вот как бы тебя касается да это все касается на тебя особенно потому что ты считаешь себя мы праведником буквально я обязан тебе сказать прочти не будем проявляться куда уме и думать что мы в силах взвесить все обстоятельства судьбе ближнего и все движения его души и сердца советует на подвижники церкви прежде всего каждому надо в себе показать образец истинного христианства и проповедовать евангелия своей жизнью это так многие подвижники делали одно скажу тебе и гнать и если вы не будем работать над собой что называется аскезой духа то мы никогда не сможем стяжать святого духа если будем сознательно грешить и пребывать в самообольщение своей праведности действительно это прелесть какого не православия прелесть а показное христианство это для внешних нам надо посмотреть вовнутрь свое сердце и исправить свои деяния по западе божьим и жить по его воле пусть примеры нашей жизни уверяет близких в том что бог есть можно говорить еще много но ты все это лучше меня знаешь если ты сердцем и здравомыслив не воспринимаешь моих советов то все твое проповедничество будет пустую хотя бы для меня пусть твоя совесть рассудительность и здравомыслия поможет тебе обрести истинное поведение христианина с божьей помощью чтобы твои слова не расходились сделан я имею ввиду в духовном смысле не то что там мы дела у нас вроде мискового характера это все для нашей как говорится комфорта для нашего удобства и так далее я имею ввиду в духовном смысле да если я тебя чем-то обидел прошу прости ради христа и пусть бог простит тебя к мере любви и святости призывает нас господь иисус христос и пусть господь наставит нас на всякую истину по его воле вот аминь ну там несколько стихов на память это если ты пожелаешь что там сам может то есть вот нам опять вот это все для нас назидание как нам все-таки спастись и как нам ввести взаимоотношения с другими людьми вот смотри уважаемый нами ярлык николаевич пейси он смотри как говорит об разуме сути всего христианства тут немножко вы меня говорит никогда не убедите что человек все еще раздоры в церкви божией исполнен духом святым может быть он исполнен своим духом но не божиим потому что дух божий объединяет своих детей они разъединяет а скажи кто раздор мы что ли ты начал поднял это все ты клевету стал все распространять ты прям все это вот зачем спрашивается к чему батюшка подходит ко мне а ты как ты думаешь почему игнати я еще не написал 30 днк думать да ладно не надо ну зачем это зачем он думал я удаст целью чтобы очернить ну ладно бы ты вот сказал в кулуарах вот здесь вот сказал бы мы бы тебе сказали в этом бред ты все это этого нет и этого действительно нет а ты ведь ты думаешь что у нас тоже от востока до запада есть друзья есть знакомые есть очень родственники есть хорошие знакомые мне и север неизвестен но юг известен в какой-то семья также кистане был в узбук кистане в киргизии жили а на кавказе там вообще армяне грузии абхазцы это долину и на западе там эстонция все все литовцы все я не знаю ну и вот ты говоришь я не встречал таких соробляться как ты говоришь лютые волки где они лютые волки к ты укажи мне вот я смотрю на на твое поведение и действительно вот это есть лютый волк ну иначе не назовешь ну как можно так без без доказательства без раз расследования сразу раз если у меня записано да у вас тоже записано и потом ну ты же мало ли что в детстве человек какой-то вот допустим варлам или вот именно степа там он там на беда курил там на чё там не послушал родители чё и ты будешь это брать внимание на ты свою-то юность помни сколько ты мать вот раз говорила на сколько тоже всяко допускал но не будем это трясти и в писании написанного на целты читаем господи не вспоминай и грехи юности моей но зачем же ты это трясешь какое тебе дело это бог рассудит нас ну а вот григорий богослов смотри надо прежде самому очиститься потом очищать умудриться потом умудрять стать светом потом просвещать приблизиться к богу потом приводить к нему других осветиться потом освещать правильно ты говоришь я все это исполняю знаю но не видно этого не видно не видно у тебя любомудрия если обличать надо с любомудрием но какой же там любомудрия вот такие сякие и ты никого не священников не немалых не старых никого тоже не уважаешь тебя обидели тебе показалось обидно тебя назвали а что они же не маленькие дети уже ну тоже и надо тоже относиться к ним соответственно это тоже личность божия как же так но душа вот григорий богослов там осветиться потом освещать и вот говорит андрея хотя бы ты своими очами увидел согрешающего не суждать не осуждай ибо часто они обманываются но все мы знаем это лучшее с истребление любви лицемерие есть мать и лжи это видишь гордость от высокомерия надмения властолюбие там подобное есть отвержение бога ну подумай а что скажет у меня нет да но может быть в каждой мере в какой-то мере не у каждого есть но у тебя это проявляется очень слишком ибо если мы получив познание истины произвольно грешим то не остается более жертвы за грехи на некое страшное ожидание суда и ярости огня готовы пожрать противников разве мы это не знаем не читали ты много начитываешь на пленке хорошо на этих самых все правильно говоришь все но где говоришь под по делам судятся но плоды по делам это самое то есть папу плоды дерево по плодам узнается птица по полету и так далее мы по делам свои должны уже нас и видно по делам и конечно не житейским имеется ввиду а именно духовными то есть мы должны аскеза духа то есть самим собой бороться у меня там может быть кипит все я должен задавить себя я должен не гордиться не взывать никого ничего ну понимаешь ну ты же прекрасно понимаешь что тебя учить то ибо его и еще ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного если и соделавшись причастниками духа святого и отпарших опять обновлять покаянием когда они снова раз распинались себе сына божий и ругаются ему евреям 6 глава вот такое может быть или длинновато но иначе не скажешь потому что накипело очень много и много еще можно было говорить вот ну вот я потратил на через сколько тут раз два три 4 40 минут есть у тебя вопросы ко мне если тебя что-либо еще что может какие-то противоречия может с чем-то не согласен но мы тогда поговорим еще конкретнее но я думаю ты и так понял все не стоит нам раздавать ничего а стоит примириться и стоит попросить прощения друг у друга и изменить все-таки изменить все-таки образ наших отношений друг другу мысли образ мысли чтобы отношения наши были по-христиански ну он говорит потому знаю что вы мои ученики если будете иметь любовь между собой какая же тут любовь ну вот а если спроси людей сколько они в обиде тебя не это самое разве не волнует что вот люди мало стали уходить храм робот у вас там это барнау или сколько других местах все отходят не знаю лигнать и но нельзя то где-то вот ты наверно слышал читал я читал об афанаси великого а у него отзывается григорий патриарх григорий как-то как-то очень константинопольский какой он был человек он был любом с любомудрым наставлял он как отец никогда грубого слова никогда ну понимаешь с пониманием ну не знаю нельзя такие быть нельзя говорят что его не переделаешь то есть тебя ты изведешь открыто скажу ну да нас не переделаешь у нас сформировался с свой образ мышления свой характер но надо как-то сдерживать себя хотя бы не надо искать ну говорит кто из вас хотят больше будь меньше а у нас как раз ну да ты что я лидер да слава богу лидер дух хорошо кто чего отнимает от вас и батюшка туда же тоже тоже защищает или чё ты защищать грех это еще хуже или когда священник мы знаем что защищался на или ничего вернее не говорил им ну и все поплатился как мы знаем он и и они погибли да много таких примеров то а то приводить из ветхого завета знаешь это только примеры для нас это где-то ну чтобы мы не были как говорят злое на злое походы и так далее а руководство как вот я есть путь истины и жизнь никто не приходит к отцу моему как только через меня некоторые говорят скажу прямо что игнатий приводит богу написано никто не приводит бог един един говорит никто не приходит через меня как только через иисуса христа то есть если ты будешь выполнять волю иисуса христа по западе моего тогда да ты сегодня говорил о блаженстве да действительно вот мы бы придерживались блаженные кроткие но кротости даже не знаем порой да блаженные алчущие там жаждущие правды а где же правда когда ложь блаженной милостью блаженной милосердия и так далее но о чем говорить но это слишком явно бросается в глаза разумный человек если ты действительно настоящий православный христианин стараешься действительно к спасению души и всех других привести да покажи же личной жизни своей многие именно и показывали своим образом жизни как надо жить ну вот так много можно говорить я думаю достаточно слава богу может говорить не знаю для меня вот лично достаточно это ничего больше не надо вот наши эти знания ну да не плохо знать историю неплохо знать географию астрономию и так далее можно физику все это между делом можно заниматься для собственной жизни для развития это приветствуется но основное так как нам спастись спасти душу вот основное и ясно указывает особенно вот эти послание апостола иоанна 1 вообще да и все а западе иисуса христа его учения ну прекрасно ты чё думаешь что мы ничего не понимаем ничего не читаем ничего не анализируем да слава богу я уже как говорится тоже не мальчик а мне заинтересовался я еще изучал разные тоже но знакомился вернее с разными религиями то есть мне тоже интересно было откуда и как почему они явились я действительно сделал вывод да действительно христианство нет себе альтернативы христианство все это единственное никто не говорил о себе как христос говорил я есть бог я есть сущий так далее то есть а какие чудеса делал ну чё там говорить но не один никто из них не магомед ним не буда там не за не зарату что там для другие ответвления буддизма и там далее все прочее все это не то действительно христос без христа спасения нет а христос к вере действительно вера вера это очень тоже не просто так но действительно вот если бы я так дома если бы не было христа трудновато было людям еще поверить бога но я все равно бы себе сказал бы нет само по себе такое чудо жизни не могло не могло произойти без бога поэтому я все равно верил конечно когда были молодые беспечные не знающие ну чё хочешь то и говори я тебе лично доверялся очень много а ты или тайны какие-то раскрывать но зачем это тебе нужно было о залез под юбку там то все мой законно расписались не после того как нас не стали венчать ну что нам делать я же еще у тебя спрашивал гнати берет а если вот перед богом если я сохранил мы сохраним верность друг другу и даже без венчания будет это законных до перед богом это будет муж и жена что еще надо но я потом по 2 1 думаю не больше соваться нет ты там тогда изучал все я не знал что я тебе доверился а тут теперь ты был какой труд ставишь при этом мой законно не просто так или это снасильничали чего-то все было и мужчин причем уже расписались не хорошо так и вот этого все это лучше это на весь свет зачем это что-то это вот и духовные возрос или чё или к кто-то от этой проповеди это самое придет к тебе но вряд ли наоборот это все отталкивает нельзя так даже простые люди неверующие только ну просто по-человечески даже мы бы были бы с тобой большие друзьями мы же были раньше мы могли бы много вопросов я и но раз хочу поговорить с кем не с кем нет таких людей с которым можно было так глубобомысленно разобрать где-то слово божье внутри настолько узнаешь категоричен настолько ты наш самомнение высокомерен что да не надо ладно я мне от знания хватает для спасения хватает все вопросы это ну так знания можно но они не соль важны дело спасения относится поэтому ну говори чего сидеть то чё время то идет говори все можешь сказать говори 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 нечего сказать ну тогда чё тогда давайте с богом ты все это я тебе вот это дарю на память меня может быть не будет я может быть умру но что меня болезнь одолевает а тебе это самое чего брать не будет краем а потом они мой дашь он показал на тебя отдай ему нет он без записи есть достаточно а запись ну запись и ну смотрите записи запись ты можешь за это вот там я еще в конце там просто пример пример из библии привел смотри сколько вот это вот и все это говорит мне нашу пользу нашего поведения таким каким должен был христианин мы же это живет чужих уж неужели нам безразлично наше спасение не как нельзя так с людьми поступать ну ладно ты же выключил нет нет а чё здесь лежит он них не будет господи мы с вами благодарим тебя во первых за мирное время за звезды за солнце за луну за весь свет небесный за всю красоту и благолепия природы за дар жизни за здоровье за благополучие за общение с родными близкими за пищу питье за все милости щедроты неспросываемой тобою господи слава 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 отцу и сына и святому духу ныне и пресне и во веки слава все спаси христос пробов primer но и а у